Продолжение следует... 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 Что я имею в виду, когда говорю не обработанные данные, а данные в том виде, в котором, например, мы видим их в таблицах баз данных, то есть организованные в колонки и строки, без форматирования, без заголовков и так далее. Но нашей целью в Tableau является не только обеспечить доступ к данным для, допустим, людей, которые работают с базами данных, но и для как можно большего количества работников вашей организации. И поэтому давайте посмотрим, что мы можем сделать с данными в Excel вот в таком вот обработанном, отформатированном формате. Ну и для этого я открою Tableau Desktop. И прежде всего, что мне нужно сделать, когда я открыл Tableau Desktop, это, конечно же, подключиться к моим данным. В Tableau есть несколько способов, как я могу подключиться к данным. Я могу, например, перейти на первой страничке, у меня есть окошко Connect. Здесь я могу выбрать Excel, либо любой другой из источников данных, к которому я хочу подключиться, и выбрать тот файл, тот документ Excel, к которому я хочу подключиться. Либо я могу сделать это даже гораздо проще. Я просто открою папку, где у меня этот Excel лежит, возьму нужный мне файл и перетащу его сверху на мою открытую копию Tableau Desktop. И Tableau, как только я перетащила этот файл, Tableau автоматически устанавливает подключение к нужному мне файлу Excel. И сейчас я нахожусь на окошке подключения к данным. Прежде всего, что я здесь вижу внизу, это окошко предпросмотр. То есть здесь я могу посмотреть на те данные, которым я подключилась, как они выглядят и содержат ли они то, что мне надо. Как вы видите, сейчас данные выглядят немножко странно. Прежде всего, я знаю, что сверху у меня здесь вместо F1, F2 должны быть названия колонок. Их по каким-то причинам нет. Также у меня есть какие-то пустые ячейки, которые мне не нужны, и данные выглядят не очень подготовленными. Все это происходит потому, что, как вы помните, наш Excel-файл, наш отчет был обработан, отформатирован, и табло просто читает его именно в том виде, в котором он содержится в Excel. То есть вот наш заголовок, который был к этому отчету, и все наши данные в колонках. С такими данными я, наверное, работать не смогу. Если я сейчас перейду на лист 1, у меня нет никаких названий колонок, я не знаю, что здесь происходит. Но если вы обратите внимание в левом углу, то у нас табло нам предлагает воспользоваться Data Interpreter. Что такое Data Interpreter? Это как раз-таки инструмент, который, наверное, будет очень полезен всем, кто работает с данными и с отчетами из Excel. То есть Data Interpreter как раз-таки помогает вам очистить подобного рода отформатированные Excel данные и привести их в наиболее удобный и читаемый вид для табло. Ну, давайте отметим, включим это Data Interpreter и посмотрим, что он сделает. То есть сейчас Data Interpreter закончил работу, и я вижу, что данные уже выглядят гораздо более читаемо, гораздо более удобно. То есть у меня появились названия колонок там, где они должны были быть изначально, ушли все пустые ячейки, какие-то ненужные заголовки табло тоже всегда не включают, потому что они не входят непосредственно в сами данные. Ну, что же произошло, когда в результате работы этого Data Interpreter? Давайте узнаем. Как видите, внизу у меня есть здесь ссылочка, которая предлагает мне просмотреть результаты работы вот этого Data Interpreter и понять, что же произошло, что он сделал. Давайте перейдем по этой ссылке. И мне открывается новый Excel-файл, сгенерированный табло. На первой вкладке в этом файле у меня есть небольшая легенда. То есть табло говорит мне, что все ячейки, которые выведены красным цветом, это заголовки. Зеленые ячейки содержат непосредственно сами данные. Все, что не выделено цветом, да, все, что просто белое, табло игнорирует эти ячейки и не считывает их. Ну, и давайте перейдем на следующий лист, где уже непосредственно сами мои данные в том виде, в котором они были изначально. И здесь я вижу, что табло назначило вот эту строчку как заголовки к моим данным красным цветом. Все, что внизу, это сами данные, зеленые. Все, что вокруг, табло не читать, потому что данных там нет. Включая и заголовок названия самого отчета, табло тоже не включает в данные, потому что этот доголовок не является частью данных, нам он не нужен. Также здесь очень важно отметить, что табло не внесло никаких изменений в исходный файл Excel. То есть мы не говорим табло поменять что-то в источнике, табло никогда ничего не меняет в источнике данных. Все, что табло делает здесь, это меняет то, как эти данные читаются, да, то есть не сами данные меняются, а просто как табло на них смотрит. Ну и сейчас давайте перейдем опять на первый лист. И с левой стороны я сейчас вижу все мои данные, да, то есть все названия колонок из моего Excel-файла. У меня сейчас с левой стороны разделены на dimensions, то есть какие-то категории данных, и measures, измеряемые значения. Ну и я могу начинать уже, наверное, работать со своими данными. Например, давайте посмотрим, какие страны у нас есть в источнике. Одну секунду. Да, я могу просто взять страну и вытащить ее на лист, и начать смотреть, например, на количество продаж по годам, начиная с 99-го года, 2000-го года и так далее. Да, сейчас я смотрю на это в таком табличном варианте, но могу перейти в панель Show Me и, допустим, показать это в виде какого-то такого бар-чарта. Сейчас на этом этапе я вижу еще одно ограничение, которое накладывает мне моя данная структура данных. Сейчас у меня каждый год как бы является отдельной мерой в понимании табло, да, то есть каждый год находится в отдельной колонке, и, в принципе, я могу создать какого-то подобного рода визуализации, как видите сейчас, да, то есть смотреть на каждый год в отдельности, если мне это надо. Но очень часто нам в ходе нашего анализа возникает необходимость, допустим, обобщить как-то эти года, да, посмотреть на сумму продаж по годам или на среднее значение, что, наверное, вот в таком формате будет делать не всегда удобно. Давайте посмотрим, как такую проблему можно решить в табло. Для этого я вернусь назад в окно форматирования, да, то есть подключения к данным, и что я могу сделать здесь, да, как в идеале должны выглядеть мои данные, это я хочу иметь в первой колонке, да, все в Мейтран, это так же, как и сейчас, в принципе, потом иметь одну колонку для, где будут все значения все года, грубо говоря, с 99 по 2006, и третья колонка, где для каждого из этих значений года будет значение продаж. Как я могу что-то такое осуществить в табло, как мне поменять структуру данных. Ну, давайте выберем все колонки с годами, в которых содержится значение продаж. Я просто держу Shift на клавиатуре и выбираю все нужные мне колонки. И сейчас, если я нажму на них в правой клавише мыши, у меня есть функция Pivot. Давайте ей воспользуемся, посмотрим, что произойдет. Да, сейчас, как вы видите, у меня как раз-таки данные поменялись, табло как бы переворачивает, меняет местами столбцы и колонки. И сейчас у меня отдельная колонка для каждого года, давайте ее так и назовем, год. И в следующей, в последней колонке у меня значение продаж для каждой стороны и для каждого года. Давайте назовем это продажа. И эти три года у меня остались здесь, где нет никаких данных. Как видите, табло здесь дает небольшую ошибку, что данных там больше нет. Это происходит потому, что эти три колонки, эти три столбца мы уже использовали, как вы помните, на нашем первом листе. И сейчас, естественно, они не будут работать, потому что мы полностью поменяли структуру данных. Ну, давайте очистим этот лист. И эти ненужные колонки я могу просто выделить и удалить, потому что в них уже нет никаких данных. Да, и сейчас структура данных уже мне очень удобно ее пользоваться, у меня есть страны, года продажи, все в очень удобном формате. И я могу начинать создавать уже свой анализ и визуализации. Например, у меня есть название стран в моем источнике данных, я могу опять же нажать на них правой клавиши мыши и сказать табло, что в этой колонке у меня находятся страны. В моем случае табло это распознают автоматически. Если такого не произошло, вы всегда можете настроить это вручную и сказать, в какой колонке содержится какое географическое значение. Как только я присваиваю эту географическую роль одному из измерений, у меня появляется небольшой значок глобуса, и это означает то, что это измерение я могу сейчас использовать для построения географических карт. И, соответственно, внизу в разделе мер у меня также появляются два сгенерированных значения широты и долготы, которые табло генерирует автоматически, исходя из тех данных, которым я подключаюсь, для каждой из моих стран. Ну и все, что мне нужно, чтобы построить сейчас карту, это нажать двойным щелчком на одно из географических этих измерений, и, допустим, сейчас у меня все страны показаны на географической карте. Давайте добавим сюда чуть больше данных, чтобы понять, что происходит с продажами в каждой из этих стран. Например, поставим продажи на размер, и сейчас размер каждой отметки определяет количество продаж. Можем увеличить немножко эти отметки и, допустим, добавить также сумму продаж на подписи. И сейчас нам наглядно видно, какие стран у нас генерируют наибольшее количество продаж кофе. Очень часто при переходе с работы в Excel на работу в табло многие из ваших пользователей наверняка будут просить вас воспроизвести то, что уже построено в Excel, да, то есть какие-то Excel-таблицы и так далее. Конечно же, табло – это прежде всего инструмент для визуального анализа данных, то есть, как вы видите, мы очень легко можем построить карты, бар-чарты и различные другие визуальные представления. Но, опять же, мы понимаем, что всегда происходит какой-то переходный период, когда не все пользователи сразу захотят пользоваться таким визуальным анализом. Ну, в этом случае мы всегда можем также с табло им предоставить доступ к уже знакомому моему формату таблиц. И это можно сделать, опять же, несколькими способами. Ну, наверное, такой самый простой – это превратить любую из уже созданных визуализаций в табличное представление. Что мне надо сделать для этого? Например, сейчас я создала такую карту со странами с продажами. Если я на этот лист внизу нажму правой клавишей мыши и выберу функцию Duplicate as Cross-Tab, я могу ту же самую визуализацию сейчас превратить в таблицу. У меня создается новый лист, и все эти данные, которые использовались для построения карты, сейчас я могу видеть в табличном варианте. Чтобы не уходить полностью от таких табличных представлений, но все же внести какой-то визуальный элемент в это представление, в этот анализ, я всегда могу, например, взять продажи и поставить их на цвет, чтобы не было более визуально видно, где у меня находится самый высокий продаж, в какой из стран. Либо даже поменять представление на такие заполненные ячейки и опять же поставить название продаж. То есть мои пользователи видят данные в привычном формате, табличном, но я потихоньку представляю вот этот, добавляю новый вот этот визуальный элемент для них. Также очень часто, помимо того, что пользователи хотят видеть эти данные в таблицах, в табло, также очень многие пользователи всегда просят доступ к исходным данным. То есть можно ли как-то все эти визуализации выгрузить в Excel из табло. И опять же это можно сделать несколькими способами. Ну, например, у меня уже есть созданная таблица. Если я хочу ее выгрузить в Excel, все, что мне надо сделать в табло Десктоп, это перейти в меню Worksheet, Export и выбрать формат, в который я хочу экспортировать. Например, Cross-Tab to Excel. И сейчас у меня сгенерируется вот эта вот выгрузка Excel, и мы можем посмотреть, как она будет выглядеть. Да, то есть вы видите, данные сейчас выгрузились в Excel в точно таком же формате, в каком я видела их в табло. И еще один, наверное, такой способ, как можно данные из табло перенести в Excel. Не очень многие пользователи, к сожалению, с ним знакомы, но он очень удобный. Да, давайте вернемся назад к нашей карте. И, например, сейчас я хочу выгрузить данные только для нескольких стран, которые у меня показаны на карте. Что я могу для этого сделать? Выбрать все интересующие меня страны и просто на клавиатуре нажать Ctrl-C. То есть как я обычно копирую данные или текст на компьютере. Сейчас я нажал Ctrl-C. Я могу открыть теперь любой Excel документ. И опять же на клавиатуре нажимаю Ctrl-V и вставляю все эти данные, которые у нас использовали для создания вот этой карты. Сейчас они у меня вставлены в Excel. То есть такой очень удобный, очень быстрый способ перенести данные из табло в Excel. Еще один способ, опять же, как можно эти данные выгрузить. То есть если сейчас, как вы видите, у нас в Excel, то есть обе выгрузки, они содержали как бы такие агрегированные данные или только те данные, которые используются для построения непосредственно вот этой вот визуализации. Очень часто пользователи хотят углубиться в самый-самый детальный вид и посмотреть полностью все транзакции, все данные для, допустим, одной из стран или одной из отметок. Что можно сделать для этого? Это, опять же, выбрать, допустим, те отметки, те страны, для которых я хочу увидеть вот эти детальные данные. И на вот этой небольшой tooltip, который у меня открывается, у меня есть кнопка «Просмотреть данные». Первая вкладка, когда я открываю этот просмотр, у меня будут как раз-таки вот те обобщенные данные, которые мы уже видели, которые мы выгружали в Excel до этого. Ну, я могу перейти на следующую вкладку «Full Data». И здесь я вижу полностью все данные, все транзакции, грубо говоря, для каждой из тех стран, которые я выбрала на карте. И сейчас эти детальные данные, я могу просто нажать кнопку «Экспорт» и выгрузить их также в Excel и используя где-то дальше в моем анализе. Ну, сейчас мы смотрели пока, как подключиться к данным в табло из Excel, как выгрузить данные из табло в Excel. Давайте посмотрим, как мы можем, наверное, как-то дополнить наши данные из Excel, непосредственно в табло, не возвращаясь в исходный источник данных, в исходный документ. Ну, и одно из таких действий, которые я могу сделать прямо в табло, это, например, объединить мои страны в регионы. Давайте для этого я выберу инструмент «Лассо» на карте и объединю все страны, которые у меня сейчас уже есть на карте, в три региона. Например, возьму страны Прибалтики и просто выберу функцию «Групп» и сгруппирую эти страны в один регион. Теперь возьму, допустим, все страны, которые у нас наиболее западные, также объединю их во второй регион и все остальные страны, пусть у меня будут в третьем регионе. Таким образом, как вы видите, сейчас у нас, во-первых, что произошло, это все страны, которые находятся в одном регионе, они объединены одним цветом. Здесь у нас с правой стороны цветовая легенда появляется. И также у меня появляется новое измерение в «Dimensions». Это вот эти вот как раз-таки группы. И этими группами я могу потом также воспользоваться и на другой какой-то визуализации для последующего анализа. Ну, давайте переименуем эти группы и назовем их, например, «Регионы». И также непосредственно я могу дать какие-то более читаемые, удобные имена для каждого из новых созданных регионов. Для этого на каждый регион я могу просто нажать правой клавишей мыши и перейти в «Edit Alias». То есть изменить то, как эти названия будут отображаться. Ну, давайте назовем наш оранжевый регион, например, «Запад». Синий регион назовем «Север». И оставшийся серенький регион назовем его «Восток». Сейчас у меня, как вы видите, вот есть вот эти три региона в легенде и сохраненные в «Dimensions» для будущего использования. И также, что еще здесь интересного я могу сделать, да, сейчас я создала эти регионы и могу им пользоваться в табло, но также я могу просто, опять же, как мы видели ранее, выбрать, например, все отметки на карте, нажать опять «Контрол-С», и если я сейчас перенесу эти данные в Excel, как вы видите, вот эти регионы, которые мы создали в табло, сейчас я могу их также и перенести в Excel и пользоваться ими уже за пределами табло для какого-то другого анализа. То есть вот эти, как бы, мета-данные, которые мы создаем в табло, их также можно перенести в Excel. То же самое относится и к широте и долготе, да, то есть широта и долгота, как вы помните, были сгенерированы непосредственно в табло, в данных у нас их не было, но я могу их просто скопировать в Excel, и теперь у меня есть доступ вот к этим данным о широте и долготе для каждой из отметок. И таким же образом, как я сейчас скопировала данные из табло в Excel, на самом деле точно так же я могу скопировать данные из Excel в табло, да, то есть если я выберу какую-то таблицу данных в Excel, нажму Ctrl-C, перейду в табло и нажму Ctrl-V, сейчас табло подключится вот к этим вот, кто именно вот этой выбранной табличке, которую я скопировала из Excel. И таким же образом я на самом деле данные могу копировать хоть откуда, не обязательно только из Excel. Например, где-то в интернете, на Википедии вы нашли интересную для вас табличку данных, не обязательно выгружать ее в Excel и потом подключаться уже к нему из табло, вы можете прямо напрямую, Ctrl-C, Ctrl-V и вставить все нужные вам данные сразу сюда в табло. Ну, давайте закроем сейчас эти данные, они нам не нужны. Ну, и давайте сейчас мы уже поработали немножко с данными, подключились к ним, выгрузили. Давайте посмотрим, что сейчас мы с ними еще можем сделать в табло, помимо вот той карты, которую мы построили. Ну, например, что еще я могу здесь сделать, это посмотреть на тренд, как бы, моих продаж по годам, когда в какие года продажи были наиболее высокие, где у меня был спад и так далее. Ну, для этого я просто вынесу продажи на лист и разобью их по годам. И вижу, что в 2004 году у меня, видимо, были самые большие продажи. И, допустим, сейчас я могу опять же заново использовать вот эти вот регионы, которые я создала на карте. Допустим, перенести их на цвет. И сейчас я увижу долю каждого региона, какую долю продаж каждый регион приносил в определенный год. Наверное, на тренд удобнее все-таки смотреть на линейном графике. Давайте поменяем представление на линию. И, например, поставим продажи на подписи, чтобы видеть, в какой год сгенерировались какие продажи. Сейчас все, что я вижу, на самом деле, это просто относительные значения продаж. В какой год, какое количество продаж у меня было сгенерировано. Что, если я хочу узнать, например, в 2004 году самые высокие продажи, но насколько они выше, чем продажи предыдущего года. То есть какой был рост в каждом из этих лет. Для этого я могу просто перейти в мое значение продаж, который сейчас стоит на подписях. Сжать на него правой клавишей мыши. И перейти в быстрые табличные вычисления. И здесь у меня есть несколько опций, то есть что я могу посчитать, вместо того, чтобы смотреть на абсолютные продажи. Например, давайте выберем процент разницы, то есть процент прироста от предыдущего года. И сейчас, как только я выбираю это значение, подпись меняется с абсолютных значений на процент и показывает мне, как отличаются продажи этого года от продаж предыдущего. То есть, как вы видите, чтобы создать такого рода табличные, как мы их называем, вычисления, то есть вычисления, которые создаются прямо на листе, мне даже не надо писать никаких формул, просто несколько кликов мышки, и табло делает это все автоматически за меня. Сейчас, то есть как я вижу, что здесь у меня есть вычисление, у меня появляется небольшая такая дельта около значения продаж, то есть это значит, что там это не просто продажи, а там есть какое-то табличное вычисление. Что, если я хочу этим вычислением воспользоваться в будущем, то есть на каком-то другом листе для другого анализа, я могу просто взять вот это вычисление, которое я создала здесь на листе, и перетащить его в раздел мер. Таким образом, я могу сохранить вот это вычисление в моих метод данных, в моей модели данных. Давайте назовем его процент разницы. И чтобы получше понять, что же все-таки там происходит в этом вычислении, я могу просто нажать на него правой клавишей мыши и перейти в раздел Edit. И табло открывает у меня окошко, где я как раз таки вижу то вычисление, ту формулу, которую табло отгенерировало, когда я сказала ему посчитать процент разницы. И на самом деле, если вы посмотрите на эту формулу, здесь все достаточно просто. То есть я просто смотрю на разницу продаж текущего года и продаж предыдущего года, минус один, и делю их на продажи предыдущего года. То есть формула, которую мы обычно используем, чтобы посчитать разницу между годами. И теперь эту формулу я могу уже использовать на любом другом листе, в любом другом месте. Ну и пока мы находимся здесь в разделе вычисляемых полей, как вы видите, помимо того, что я могу создавать такие вот табличные вычисления, где табло автоматически генерирует мне эту формулу, я, конечно же, подобным образом, как в Excel, я могу писать и свои собственные вычисления. Что мне надо сделать для этого? Это перейти в меню около раздела Dimensions, либо просто в любом пустом месте в моей модели данных нажать правой клавишей и выбрать, создать новое вычисляемое поле. И здесь как раз-таки я могу писать все нужные мне формулы, функции, как-то дополнять те данные, которые у меня уже есть в исходных данных. Принцип работы очень похож на принцип работы Excel, то есть у меня есть какой-то набор определенных функций, которые вы все видите с правой стороны, полный список этих функций. Также я могу смотреть на них по разделам. Например, если я знаю, что я буду работать, например, с датами, я могу просто перейти в раздел дат и посмотреть все функции, которые есть именно для работы с датами. И для каждой функции, если я просто выберу одну из функций, у меня есть небольшое описание того, что эта функция делает, пример того, как ее можно написать, и сверху самое главное – это то, какой синтаксис используется для той или иной функции. И все вычисления потом я могу писать непосредственно в окошке вычислений. Еще одно преимущество, которое дает вам табло перед работой просто в Excel – это то, что вы очень легко можете объединять несколько источников данных вместе, да, будь то два файла Excel, либо Excel и какая-то база данных. В табло очень легко анализировать все вот эти данные именно в совокупности. И давайте посмотрим, как это можно сделать. У меня есть еще один Excel-файл, в котором содержатся данные о потреблении кофе по странам. То есть, в какой из стран, какое количество тонн кофе было потреблено за год. И сейчас я хочу дополнить свои данные о продажах именно вот этими данными о потреблении. Давайте прежде всего создадим подключение к этим данным. То есть, я могу сейчас просто перейти в подключение к новому источнику данных и выбрать здесь Excel и подключиться к данным о потреблении кофе. Я сейчас опять же возвращаюсь в то окошко подключения к данным, которые мы уже видели. Здесь у меня, в принципе, данные в таком читаемом удобном формате, и мне с ними ничего делать не надо больше. Поэтому я могу просто вернуться на лист. И сейчас сверху вы видите вместо одного источника, да, продаж кофе, как у меня было до этого, сейчас у меня появился второй источник, который содержит вот эти вот данные о потреблении. Ну, и сейчас я хочу, например, сравнить по странам, в какой из стран я продаю больше всего кофе, а в какой из стран наибольшее потребление кофе. Ну, и давайте начнем с того, что выберем страны, выберем количество продаж для каждой из стран. И сейчас, чтобы мне добавить данные о потреблении, я могу просто перейти во второй источник данных, и давайте попробуем вынести сейчас эти данные опять на лист. Ну, у нас пока не очень получается, да, виднеть все два источника, мне табло выдает ошибку, и если я посмотрю на табличку, все выглядит не так, как я ожидала, да, почему-то у меня для всех стран одинаковое значение. Если я по внимательным прочитаю, что у меня вот в этом окошке с ошибкой, табло говорит мне, что я не настроила связь или как бы отношение между двумя источниками данных. То есть, грубо говоря, я не сказала табло, как эти два источника нужно соединить. Да, обычно для того, чтобы эти источники как-то объединились вместе, там должно быть какое-то одно или больше, чем одно поле, по которому мы можем настроить как раз-таки вот эти связи. Ну, в нашем случае это страна, да, у меня есть страна в продажах, и есть страна в потреблении, и по стране я хочу сравнить потребление и продажу. Что мне надо сделать, чтобы табло нашло вот эту вот связь между источниками? Самое простое – это просто дать полям, по которым я хочу связывать источники, одинаковое название, да, то есть, как видите, здесь у меня на country, а здесь у меня во множественном числе, да, если я просто поменяю, переименую сейчас и дам то же самое название, которое у меня есть в другом источнике, как вы видите, сейчас у меня все начинает работать. То есть, данные соединяются и показываются все значения. И также около вот этой страны у меня появляется небольшой такой значок оранжевой скрепки, который и означает, что эти данные сейчас, да, два источника у меня сейчас соединены, и соединены они по вот этому вот полю страна. И сейчас я вижу, какой из стран, да, то есть для всех стран у меня есть продажи. Во втором источнике потребления у меня были не все страны, поэтому данные о потреблении у меня показываются только для тех стран, которые есть в источнике данных. Ну, и сейчас я могу это какой-то более визуальный, допустим, формат перевести. И давайте поменяем, во-первых, местами, чтобы у нас продажи были в начале, и отсортируем все страны по значению продаж, чтобы мы видим, где у нас наибольшие продажи. И что здесь интересно, конечно, у меня данные о потреблении не для всех стран, но, допустим, я вижу, что самый большой показатель потребления у нас в России. Но с точки зрения продаж в России мы продаем не так и много. То есть что это означает? Наверное, то, что у нас есть большой потенциал. То есть люди там любят кофе, пьют его много, и, наверное, мы можем сделать что-то, чтобы продавать туда больше. То есть один из таких вопросов, которые я могу задать, и то, чего бы я не узнала, если бы я не подключила вот этот вот второй источник данных здесь в табло. Ну, и давайте сейчас посмотрим, да, то есть мы уже посмотрели на как бы несколько аспектов того, как табло и Excel могут работать вместе, да, то есть как мы можем подключиться к данным, к одному источнику, или даже больше, чем к одному источнику, как легко можно данные переносить из Excel в табло и обратно, и как, естественно, и проводить анализ, и строить визуализации из данных Excel в табло. Ну, и сейчас я создала вот эти вот несколько как бы кусочков своего анализа. Ну, и, наверное, последнее, что я хочу здесь сделать, это объединить весь этот анализ в какое-то одно большое связанное представление. Для этого я могу открыть новый дашборд, и дашборд как раз-таки позволяет вот эти вот отдельные графики, визуализации объединить в один как бы отчет. Что мне надо для этого сделать? Можно просто перенести все созданные визуализации на этот лист пустой. Да, давайте, например, посмотрим карту, продажи и категории. Также здесь я могу очень все это отформатировать, сделать как бы наиболее, более легко читаемо, да, допустим, дать название. Давайте назовем это продажа кофе. И самое интересное в дашборде, это, конечно, не только то, что мы можем просто поставить несколько визуализаций на один лист, но и что мы можем настроить связи между вот этими всеми кусочками отдельными анализами, да. Например, очень легко я могу сейчас взять свою карту, выбрать ее, и сказать, что бета-карта использовалась как фильтр. То есть, что это означает? Сейчас, как только я включила эту функцию, я могу выбирать какие-то элементы на карте, да, например, одну страну, и все остальные элементы моего дашборда обновляются, чтобы показать данные только для вот этого выбранного мной, выбранного мной стране. Да, могу выбрать одну страну, либо, допустим, несколько стран сразу, и смотреть уже данные для нескольких стран в совокупности. Коллеги, прежде чем мы закончим, очень хотелось бы обратить ваше внимание на то, что очень, ну, какие ресурсы доступны помимо вот вебинаров, у нас на сайте в разделе Learning, да, обучение. Огромное количество разных ресурсов помимо, да, то есть не только по работе с Excel, работе с данными, а, в принципе, про все, что, как бы, вы хотите знать о Tableau, да, начиная с подключения к данным, визуальная аналитика, да, то есть как строить наиболее красивые, понятные и интересные отчеты. Эти все видео доступны всем, то есть не только даже пользователям Tableau, а, в принципе, любой человек может зайти на наш сайт и посмотреть эти видео абсолютно бесплатно. Также мы будем продолжать проводить такого рода вебинары на русском языке. Все их вы можете найти в разделе Live Online Training, то есть как только новый вебинар будет запланирован, он появится там, и также вы получите по e-mail приглашение зарегистрироваться на вебинар. Сейчас я очень быстро посмотрю вопросы, да, и осталось ли что-то неотвеченным, и через минуту к вам вернусь. Коллеги, был вопрос про документацию, да, то есть не просто, не только видео-вебинары, да, а чтобы можно было почитать полностью описание продукта. Для этого вы можете перейти на портал onlinehelp.tablo.com. На этой странице у нас есть как раз-таки вся документация по всем продуктам Tableau, то есть Tableau Desktop, Server и Online. И если вы выберете первый раздел, да, допустим, Desktop Online Help, как раз переходите в раздел документации. Она здесь как бы все разбита по темам, по разным вещам, да, которые в Tableau можно делать. То есть начиная вот там простых, как начать работать в Tableau, как подключиться к данным, как строить непосредственно визуализацию и анализ, то есть все доступно здесь. Был также вопрос, доступно ли это на русском языке. Пока на русском языке не доступно, доступно только на английском, но если вам нужна какая-то помощь именно на русском языке, вы всегда можете обратиться к вашим аккаунт-менеджерам в Tableau Катерине и Лене, и мы попытаемся вам помочь, подсказать обязательно. И также эту ссылку я сейчас отправлю в чат, чтобы она у вас уже была. Да, и также мне коллеги подсказывают, что помимо того, что вы можете обращаться к нам, если вам нужна помощь на русском языке, также у нас по СНГ очень много партнеров, которые все, естественно, говорят на русском языке, будут очень рады вам помочь. Так что если нужна какая-то помощь, также можете обращаться к нашим партнерам. Если интересно, какие партнеры у нас есть, где, обращайтесь к нам. Еще один вопрос, коллеги, был про то, можно ли вот эти графики выключить не только в Excel, а, допустим, в PowerPoint, в презентацию. По идее, да, то есть вы можете также перейти в Worksheet, и, допустим, любой из визуализаций выключить как картинку, которую потом можно вставить в PowerPoint, в презентацию хоть куда. Но также, что мы рекомендуем нашим клиентам делать, это можно создавать презентацию непосредственно прямо в табло. То есть если вы знаете, что вы хотите как бы вот ваш результат анализа оформить в виде презентации, вы можете создать Story. То есть это вот последний значок, последний вариант того, что можно сделать, кроме листов и дашбордов. И Story – это как раз-таки очень похоже непосредственно на презентацию. То есть здесь я могу внести, допустим, либо целый дашборд, либо открыть новую вкладку и добавить там какой-то отдельный график. К нему я могу добавить подписи, аннотации, вставить просто текст, либо картинки. Все это я тоже могу делать здесь прямо в табло, да, и добавить, может, к каждому из вот этих вот слайдов какие-то подписи, чтобы было понятно, что происходит. И таким образом можно добиться, в принципе, того же эффекта, да, что и в PowerPoint. Но в чем здесь, естественно, будет преимущество? Это в том, что если вы просто выгрузите этот график как картинку и вставите его в PowerPoint, он у вас, естественно, будет статический. Если вы будете использовать табло и вот эти вот Story для ваших презентаций, все это динамическое, и пользователи могут пользоваться фильтрами, вот этими вот экшн-фильтрами, которые мы сейчас настроили, и уже более подробно изучать данные и смотреть на те данные, которые вам интересны. Еще было много вопросов по картам, по географическим картам. Ну, например, один из вопросов, да, то есть сейчас мы смотрели, как можно страны поставить на карту. Не можно ли, допустим, города или регионы также показать на карте? Ответ «Да, можно». Для этого, да, то есть когда я в самом начале показывала, если я нажимаю правой клавишей на любой из измерений, где у меня страна, я перехожу в географическую роль и указываю, что здесь у меня находится, соответственно, страна. Но если вы хотите показать город на карте, да, то есть в той колонке, где у вас есть город, вы можете также нажать на нее правой клавишей мышки и сказать табло, что здесь у меня находится город. И уже таким образом наносить их на карту. Естественно, да, то есть тут есть страна-город и провинция-штат, это чтобы показать регионы на карте. Какие данные вот именно для СНГ вы можете наносить на карту? Это страны, регионы, города. Да, и для нескольких стран также у нас есть поддержка сейчас почтовых индексов. Ну и с каждым новым релизом на самом деле все больше и больше стран добавляем в этот список, да, то есть для которых поддерживаются почтовые индексы, и скоро их будет больше. Также хочу отметить, что у нас есть, если вам интересно по поводу карт, как раз-таки вот если перейти в раздел Learning и в раздел On-Demand Webinars, у нас проходил вебинар по картам именно на русском языке, и как бы мы обсуждали специфику того, как строить карты именно, допустим, если ваши данные не на английском, а на русском, то здесь вы можете найти этот вебинар и посмотреть его, чтобы как бы больше знать о том, как строить карты в табло. Коллеги, сейчас Елена скинет вам ссылку на вебинар по картам, записанный на русском языке, так что можете взять ее оттуда, и кому интересно, посмотреть дальше. Ну, вроде пока на все вопросы, которые были, которые я вижу, остались отвеченными, а если у вас опять же появятся вопросы, можете обращаться к нам. И спасибо сегодня за ваше время, и всем хорошего дня, присоединяйтесь на следующий вебинар.